Девушки отдыхают 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 на девяти варшах, либо на высших планетах, на Сварда-Локеновой, Кунтхе, либо отправиться на низшие адские планеты. Если в человеке преобладает Раджигуна, то человек получит рождение на Земле. И, в основном, на Божьем, на Божьем. То есть, здесь мы будем делать действия и действия, и мы будем делать это. Или мы будем делать это джерк, либо в его сетевые визы, в его сетево, в этом артисте, а в инспекте, или в этом дереве, Третья, и животные, и они, они богинь, И мы, умнах, мы богинь, и богинь, и богинь, что мы, как мы, мы уникальны, и мы мы также, Живые существа делятся на две категории, они могут быть карма-йоги или бога-йоги. А карма-йоги это те, кто с одной стороны пожинают плоды своей предыдущей деятельности, а с другой стороны они также нарабатывают новую деятельность, у которой тоже будут плоды. И к таким существам относятся люди. А есть бога-йоги, то есть люди это и карма-йоги и бога-йоги. А есть еще карма-йоги и бога-йоги, извините. А есть еще, а такие существа, которые получают рождение, например, птицы, деревья, они только боги-йоги, то есть они не могут нарабатывать новую карму, они только отрабатывают то, что уже заработали. А есть, ажи, что-то, если кто-то, иди-голи, и они даже не могут нарабатывать новую карму, то есть боги-йоги. Но, что человек, который испытывает пользу, иногда doğrus, иногда извиняется, и он также чувствует новость. Когда лошадь оставляет тело, она в следующей жизни, например, может стать коровой. Это пример Блоги Йони, и всякие разные животные тоже в своей жизни становятся Блоги Йони, то есть они не могут создавать новую карму, они только отрабатывают предыдущую карму, тогда как люди и создают карму, и отрабатывают ее тоже, то есть они одновременно, как мы уже сказали, и карма Йони, и Блоги Йони. Таким образом, в пятой песне Шримад Бхагава там описывается стана-лила, которая рассказана, как Шри Кришна дает направление живым существам в зависимости от их деятельности, куда они отправятся. Если в этой жизни человек очень много крышил, то он должен быть в Кузьмичем Урке плоды с сожалением и страданием, с наказанием за свою деятельность. И сейчас мы услышим описание двухдельных поступков, совершив которые человек отклоняется Ад. Таким образом, в парам Янд. И он продолжил полно山. Ад. Таким образом, если человеке ищите, это сз 조심шим, чтоchtет ли? Ок? Это называется танцем. Это означает, что в таблице, в таблице, он будет быть в таблице. Если человек у него есть деньги, он будет выжить, то он будет выжить, что он будет выжить. Он будет выжить, что он будет выжить. Если человек украл благосостояние, деньги жил у другого человека, то его потребности жестокими наказаниями будут избивать ямадуты до такой степени, что он потеряет зрение, и этот ад называется аннатолиша. Если человек украл благосостояние, то он будет вовремя, то он будет вовремя, то он будет вовремя, и он будет вовремя, и он будет вовремя, и он будет вовремя, и они будут берут его вовремя. И если человек, который не занимается вовремя, то он будет вовремя, и он будет вовремя, и он будет вовремя. И если человек не любит его семьи, и только он использует бак, он использует алкоголь и братья для себя, и не любит его мужа и детей, И если человек не заботится о своей семье, о жизни и детях, и только заботится о себе, то он попадет в арк, который называется Маха Рома, то есть это еще более высокое место, где еще более сровые животные семьи будут срезать его город. И если человек получает газовый хит, он имеет и скушен, то есть от мяса, или животных, или животных, то есть он у него может быть сомнен. И там, его тело также будет выжарено, потому что вы берете другого тела, так что мы будем выжаривать его тело. Так что в этот день он будет выжарен. Они же дурвал-это. Он увлекается на другом телу и можно научиться в этом теле. Because every punishment will be given to the material body. Unless there is material body, a person cannot be punished. So after all, Sri Bhagawad will give him the shudda or Sri Yamdhamaraja will give him a body to be punished. That is a competent to be punished. То есть человек получит специальное тело, предназначенное для того, чтобы он отбывал там наказание, и в этом теле, который ему дает Ямарадж, он будет такой в огромной сковороде поджариваться по масле. И человек, который не обид, не обид, не обид, не обид, не обид, припас его, рода и рода, когда он будет, он будет, он будет очень ровно, верно, верно, верно. что он планы, Belly. И очень он и это делает, и его двух оттуда будет верить. И он будет перед этим твой. Его планы и будет верить, и его планы и будет верить. Это парашпейн, и это нарак, это кал-супфербаба. Этот ад называется Каласутра. Если человек отклоняется от пути ветви и соблюдает харму, то он будет вынужден отправиться в ад, который представляет из себя очень узкий и тонкий проход, который весь устилен и всыпан шипами. И человек будет вынужден пробираться сквозь эти шапы, которые будут ранить его тело и истязать его. Ну так оно называется Асипатравана... Аси означает меч, а Патра это означает листики, то есть листья в этом лесу, через которые он будет пробираться, будут подобны мечам, поскольку они будут ранить этого человека. И если человеку не упоминalnız, то есть он не committed к защитным, и если он будет поищен, то он будет приедать к И если же человек, который обладает какой-то властью, наказывает несправедливо невиновного человека, осуждает его, то этому человеку придется его поднимут на вершины горы, и его будут швыраться за вершины горы, и он раздается. А если человек, обладающий властью, злоупотребляет своими полномочиями и издевается над другими людьми, его поместят в машину, которая подобна машинке для выжимания тростникового сока, и его тело пройдет через эту машину, которая просто раздробит его полностью, и из него выйдет сок, как сок тростниковый. Это шукар мук, шукар мук нарак, и это икшу данный нарак, икшу данный нарак. Это за вершины, икшу данный нарак. Идрак, икшу данный нарак, ивуа, икшу данный нарак. So, now, if a person is teasing and always doing violence to the other person, then he will be kept in a shed where he cannot take off with him. And if a person is not, that is also in Naraq, it is Andakupu Naraq. This Naraq, the name of this Naraq is Andakupu Naraq. And if a person is eating without sharing the meal to others, and he wants to eat only himself, and not sharing with his companions, his brothers and his friends, and he is eating only himself, then he has to go to the Naraq, and that is called Krami Bhujan. So, there, the krimiri, the worms are given to him, and here, you eat those worms. Krami Bhujan. Krami Bhujan. Krami Bhujan. Krami Bhujan. From trying to fix those worms, across Xesos, some xesos, Xinosos, the Naraq史 of this dress, he will be crucified, there. Sanxish, that is Sanxansha . That is Sanxansha Naraq. If someone is to administrators who will die with the kill, and that is Sanxansha, that is Sanxansha. если человек, если человек, если человек, если человек, или женщина, то в Наракхе, они дамы, копыта дамы, или женщина, или женщина. и он будет именем, именем их. Они просто так холодные и так холодные, даже тогда он должен именем их, и он будет именем их результат. И он будет именем статуи, которые он будет вынужден понимать. И это Сурмия Накаднарак. Это называется Сурмия. А person who has broken the way or the process of the Bhagavad-Bhamdi or the Dharma, that is described by Shasta, so if a person is violating the way of a Shabbet or Shasta, then he will get dipped, Он будет бросан в бейтарни нарак. Бейтарни. Бейтарни — нарак. И если человек уничтожает правила Бейтар, он будет бросан в бейтарни нарак. Бейтарни нарак — дерево и стулья. И там он будет бросать. Если наставление бейт пренебрегает шастрами и нарушает их, то он будет в ад, где его бросит в реку, которая полностью состоит из мочи и испражнений. И он будет там находиться. A person who is not following that cleanness and he's taking everything, and he's without consideration that is it the remittance or it is not remittance, it is new way, it is pure, not pure, and he's eating everything. then he will go to Narak. And there he has to drink the beef and the blood of his own body. and he has to eat very disgustive food. So... Puy. This is Narak Puy. And in this Puy Narak, And if a person is hunting without only for his entertainment, without caring, that this is also a creature and a living man, and if I will kill him, he will feel uncomfortable, he will feel very short, even then for his entertainment. A person is hunting, uselessly hunting, a bird or an animal. Then Shri Yamdhamurai, the dhut of Yamdhamurai also, make him target and throw his arrows on him, and pierce and takes his pran. And then he again gets pran, and then he is again punished. So the name of this... Narak is... Ishu. Ishu is Ba. Da. Alice. And... If... in... meeting... with his... uh... better heart... a person is... uh... using... unnatural activities, then he... has to... drink... uh... the... undesirable things... he... will... uh... make... drink... the undesirable things... uh... there... and that is... a person... who has given... uh... the terrorist activities... and... he has... burnt the... places... and... uh... giving... and... mixed the... uh... poison... in the... water tank... and... killing the... mass... masses... then... seven hundred... hounds... will be... left on him... and they will... uh... eat... his... every... part of his body... uh... those hounds... will... eat... every part... of his body... dogs... hounds... hounds... dogs... hounds... and if a person has given... wrong witness... in court... he will be also... pushed... from... the mountain... peak... and in this way... he will get his punishment... if a person... is... using... alcohol... then... he will be... uh... feed... or he will be... drunk... the... melted... uh... metal... as... a... a... that... uh... uh... the... that... uh... a... uh... if a person... is not... going... his head... to... the... gurun... and... by... и другие люди тогда он 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 и он 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 что и т и и и и Это называется чара-кардама-нарак. Если человек приносит человеческие жертвоприношения, то его воду тоже будет приносить как жертвоприношение. Если человек убивает живое существо, то его воду тоже будет приносить как жертвоприношение. Если какой-то человек без необходимости убивает живое существо, то слуги Еморанжа будут прорезать его острыми пиками, копиями. Если человек без необходимости беспокоит природу, то он обойдет в ад, где его будут жалить и выжать. Если человек без него не бежит, то он обижает его текущение. И он инсультирует баку, который был баку, и когда он умер, крошек и бакула баку Если какой-то человек будет неодобрительно смотреть, во-первых, на тех, кто просит милостыню, ну, как-то презрительно обращаться с ними, пренебрежительно на них смотреть, и также нехорошо смотреть на своих костей, то он попадет в ад, в котором его глаза будут выгалывать коршуны и вороны. И если человек thinks, что anonymrate, что он самый майк, очень важно, он сообщает, и все не отдыхает вам, чтобы он был соторг, а не отдыхает ничего, 치ке не нанесет ничего, Но тогда он будет получать нанат, который называется су-чи-муху. То есть, с литерами, 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 и он будет кричать. «Ливи, ливи». Даже keen on вarenь Dasmинирск informed him to say, little results in. movie of Yamdame Raj will say that You have always just packed the bed of money, coins. So now Your body will be also wasted. Если какой-то человек разбогател и стал считать себя лучше других, и ни с кем не интервен со своим богатством, и не потратил совсем даже чуточки денег, не дан на благотворительность, на добрые дела, он попадет в ад, который называется сучимукха, где его тело будут протыкать острыми иглами и шивать как-то. Таким образом, мы услышали некоторые примеры описания того, что происходит на разных адских планетах. И слушая эти огромные комментарии и огромные слова и тезисы, шри Париквайзер, и он сказал, что есть ли никакой способ, чтобы избежать от этих преступлений? Услышав о подробных описаниях этих ужасных мучений и страданий, Ричард Махарач задрожал и спросил, а есть ли какой-то способ избежать этого ужаса? Шри Шукадевка сказал, что не волнуйся, вы не получите этого преступления, неужели, почему вы не получите противоположные? Вы не должны быть противоположными, потому что если человек не совершал грехов для того, чтобы попасть на атеанские планеты, он туда не получил. Он туда не попадет. Но Париквайзер сказал, что нет, что нет, я не видел никакого человека, который не совершал грехов или оффенцию. Но тогда Париквайзер ответил, что я не видел ни одного человека, которого в своей жизни не совершил ни одного греха. Есть ли какой-то способ избежать этих ужасных катастроф и этих бедствий? Шри Шукадеве ответил, что есть по-другому, что есть по-другому и так много праджит, чтобы избежать от этих бедствий. Так что есть праджит или репетитор отроживания отроживание отроживания отроживания отроживания? И благодаря Бхагават Бхакти человек избавится от всех грехов. Шри Райя Панкшетт asked him, in sixth candle, now sixth candle is being started and Shri Райя Панкшетт asked him, sir, though in previous you have described the glory of Bhakti, even then, listening to these teachings, these difficulties of Naraka, I am trembling because I may have performed so many sins. So how I can get, or a person can get rid of these punishments? So please again tell the way, how do you get freedom from those punishments? Yes, yes. Now, Parikh Shah Paharaj again asks you to ask Shukadeva Goswami, and we go to the sixth song with Shri Math Bhagavata. Parikh Shah Paharaj says, you already explained about Bhagavata Bhakti, and you already said a lot. And she should defend that there is three remedies to get rid of this punishment. Karma, Ghyana and Bhakti. Karma, Ghyana and Bhakti. That is described it, what? Pasha, Pasha Pasha, Pasha. Atonement. Atonement. Parikh Shah said no. By Pasha marche, the person will not get wollten from the punishment. Если праздничать праздничество, то даже если праздничать праздничество, то он не получит свободу от этих праздничеств. Но праздничать праздничество, что даже благодаря совершению праздничества, искуплению, человек не избежит наказания на свои проступки. Потому что праздничество тоже карма. И в действительности карма, мы не можем делать ни слегка, ни ошибки. И если мы сделали ни ошибки, то результат праздничества не придется. И из-за этого мы должны получать преступление. Парик Штенахарадж объяснил, что когда мы... что все равно вот эта искупительная деятельность, все равно она теснет кармой. А люди склонны совершать ошибки. И если поэтому... Вот в этих своих искупительных процедурах люди допустят какую-либо ошибку или проявят небережность или нет, то это не считается им за искупление. Они все равно будут вынуждены отрабатывать свое наказание. И когда они используются... Прасчетсиазы, что они… Прасчетсиазы, что есть… в пастыре в пастыре, в течение неизв 300 грунг, в качестве двух, а также в будущем праздничестве, в разуме послуга Приводится пример садовника, который берет какой-то дикий куст, дикие наличие растения, и ножницами красиво нарезает из них какую-то фигурку, например оленя или павлина, и тогда это выглядит красиво, но все равно буквально через неделю колючкой и шипы снова вырастают, и все равно это что-то колючее, и таким же образом, когда мы совершаем греховный поступок, даже если мы потом совершаем что-то, чтобы искупить это, все равно остается греховное сознание, которое нас побуждает решить снова и снова. Второй способ говорит Шукадем Гаслами – это киян. Второй способ говорит Шукадем Гаслами – это киян. И в Бхагаватрите Кришна тоже описывает гьяну как лучший способ охиститься. Если человек, благодаря гьяни, осознает, что он душа, а не тело, тогда он понимает, что эти грехи, они не будут были совершены телом, а не душой. И что наказание, страдания, с которыми сталкивается тело, это тоже наказание тела, но никак не души. И поэтому, благодаря этой гьяне, он останется в таком равновесии. Таким образом, гьяна – это более подходящий способ избавиться от грехов. Но Парикшат Махарача ответил, что если гьяна у человека еще не достаточно зрелая, если ее просто еще не хватает, то тогда у него не получится избавиться от грехов. Потому что впечатления и память о грехаха, привычка к решить, уже сохранены в его инстинктах, и они будут побуждать его совершать греховную деятельность снова и снова. Продолжение следует... Продолжение следует... WE想еряcheする channel… Продолжение следует... movimento следует... Даня – acompañать было, мягкий фанта, оно выглядит... И доброе, продолжение следует... И когда пройдет какое-то время, и там пойдет дождь, то это растение снова может вырасти и затвести пышным цветом. И таким же образом, благодаря гьяне, корень и греховной деятельности, эти впечатления все равно останутся и смогут дальше продолжить расти. So, note out, гьян cuts the seed, but in the right position, гьян is able to cut, to remove horses, and if гьян is not right so far, it is not so far very much strong, then a person will leave гьяна, and arrange him to be in dust in the sinful activities. То есть, гьяна может помочь, если она в зрелой, совершенной стадии, но если гьяна еще не достаточно зрелая, то человек, рано или поздно, все равно сорвется, и с ней снова совершает грехи. So, best way to get rid from all sinful activities, that is the only way, and that is Shri Harinam Samhita Vita. Harinam Ki! Поэтому есть только один единственный, наилучший способ избавиться от всех грехов, и этот способ Harinam Sakhirta. So, remember, this karma and gyana always removes the sickness, the disease, not the cause of the disease. But Harinam Sakhirta, it removes the sinful activities, as well as the cause of sinful activities, both. Harinam Sakhirta избавляет нас, как от греховной деятельности, так от причин этой греховной деятельности. Papa and Papa Vasana, both are removed by Shri Harinam and Bhagavad Bhakti. И Papa and Papa Vasana, оба очищаются, исчезают благодаря Harinam Sakhirta and Bhagavad Bhakti. То есть, благодаря карме человек не может избавиться от грехов? Почему? Because Kam is a.. ćhmah Karen. And in performing that Kam, there is a possibility of being so many slackness and so many defects. Если человек из-за того, что у негоroyочный факт, то это факт тоже имеет свой факт. Но если человек из-за того, что у него очень много фактов, то этот факт также имеет свой факт. Итак, в этом случае, как долго человек может заниматься? Потому что каждый карм, кроме кармы, и в карме есть возможность слабого. Таким образом, праздник не может быть выполнен. Таким образом, карма-карма должна избавиться от греха. Чтобы подытожить кармой, нельзя избавиться от грехов, потому что, даже если мы проводим какие-то очистительные действия искупления проясчету, для того, чтобы искупить свои грехи, то это проясчета, вот эти искупительные действия, они сами являются кармой. И мы будем склонны к тому, чтобы совершать ошибки и совершать какую-то небрежность, которую тоже, в свою очередь, надо будет искупать. И это искупать нужно будет другой проясчетой, которая тоже является кармой. И таким образом, это процесс крайне малоэффективный и занимает очень много времени. И поэтому, карма должна обязательно принимать прибежище у Харинам Сан-Киртана. Таким образом, карма и гьян, все зависит от Шаринам. Если нет Харинам, то карма не будет комфортно. Потому что, в каждом этапе, на карме, есть какие-то сладости. И эти сладости будут выключены. Только если у человека есть Харинам, то карма зависит от Шаринам. И карма и гьяна полностью зависит от Харинамы. Потому что, когда мы совершаем карму, неизбежны какие-то ошибки и погрешности. И избавиться от них можно только за счет Харинам Сан-Киртана. Таким образом, гьян термактон, в результате, гьяна действует, гьяна действует, а хаминам, то есть... это... essayer... Ребята выключает, тот непосредственно, что он использует, и что он использует, и он не испытывает, и это не убит, это обладает линия. Это не уменьши, не применение, Учитывать на том, что он не забывает, Собственностью, как я понимаю, это аэлия. Но я хочу только показать, что это не мое, но это аэлия. Но как? Да, это аэлия. Аэлия. И они хотят. Аэлия. У них какая-то аэрия. Таким же образом, Гиана тоже не является лечением, не является панацеей, потому что Гиана подобна термометру, который диагностирует ситуацию и показывает, что вот есть болезнь. Гиана просто констатирует факт, что вот есть заболевание, что там вот это вот тело, но от того, что вы просто об этом знаете, ничего не меняется, все равно ситуация остается такой же, и поэтому Гиана сама по себе ничем вам помочь не может. Поэтому Гиана должна обязательно принимать прибежище у Харинама Санкиртана. То есть, если у вас жар, лихорадка, вы можете сколько угодно проверять градусник, как Гиану, и он будет вам показывать одну и ту же картинку, и этот жар никуда не уйдет, если вы не примете лекарства. А лекарство это Харинам Санкиртан. Верховное количество кто говорится, потому что Реؤ shame не выinkingки, что заливно пenses, которые тоже делали, властмую тар sp enrollы, как и в ходу важно остborne. Причем выnamon, которое граница в нас ближе, приходит вода в из храме. Хаб��хагоджёны к этим неожидности, в том числе, и высource и десятилетия, он очень жирной дапа. Она работала в Бхакти, 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 Бхакти. Она пыталась пружина, пружина, которая не пружина, а не пружина, а не пружина. В самом деле, они не пружины. Поэтому Бхакти это редко, когда они пружины. Люди приходят в такие места для того, чтобы исполнить свои материальные желания чаще всего, но не для того, чтобы служить Кришне. Поэтому Кетчет очень редко встречается Бхакти и Бхактой. Те люди, у которых чистая Бхакти, однонаправленная Кришне, в их сердцах встречаются очень-очень редко. И они смывают все свои грехи благодаря Харинам Санкиртане. Как мы находимся в Бхактахстане, Солнце, 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 и самая Редакария, Так что, пружиной и поспорной, то он зарегистрировать и принять Субтитры создавал DimaTorzok Солнце встает для того, чтобы всех пробудить живых существ и создать новое творение. И таким же образом причина цели Бхакти это обрести служение лотосным стопам Шри Кришны, но не избавиться от грехов. Солнце встает для того, чтобы помочь нам избавиться от грехов, а для того, чтобы дать нам сладость служения Кришне. Но мы можем рассматривать это избавление от грехов очищения как побочный эффект Бхакти. Солнце встает. Солнце встает. Солнце встает. И она встает. Она начинает срабатывать и срабатывать. Но встает. Солнце встает. Неправильно. Солнце встает. Солнце встает свой принесый поток. Здесь существует буржу. А Pot 피, Джон, но консульция, но тепло. зажигает огонь для того, чтобы согреться. И тем не менее, все равно, поскольку огонь есть и она на нем готовит, все равно от огня исходит жар, который ее согревает. Таким образом, вот это тепло, это тоже побочный эффект. Таким образом, когда мы воспеваем Харинаму, мы делаем это для того, чтобы обрести Кришна Прима, любовь к Кришне. Мы не делаем это для того, чтобы избавиться от грехов. Но когда мы следуем этому процессу, то грехи уходят автоматически. Таким же образом, как женщина, которая готовит, просто автоматически получает тепло от огня. Продолжение следует... 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 И он ответил, что下去 я использовал если Achин ваше место или Ашмаду где я могу выставить. Кто-то поедает, что вы можете увидеть, куда вы сайте, где вы можете получить Ашмина. Проститутка спросила этого Вайшнава, а почему вы сюда пришли остановиться, с кем вы хотите встретиться? Вайшнав ответил, да нет, я не приходил сюда специально, просто мне нужно было какое-то место, чтобы переночевать. Я стал спрашивать людей, куда мне пойти, и меня направили сюда, сказали, что вот здесь, иди на свет этих красных огней, и ты найдешь прибежище. Как ты сидишь на свет этих красных огней, и ты найдешь прибежище? Ну, этому Вайшнаву так сказали, скорее всего, просто пошутили, указав ему на вот эти красные фонари. Поэтому я пришел сюда, мы были, Адамин, пришел сюда, и как мы все говорили, мы спросили, как ты здесь? Ну, поэтому Вайшнав просто тогда решил остаться там. И туда же пришел Аджамил, и когда он увидел Вайшнава, он спросил, а как вы здесь оказались? И тогда Вайшнав сказал, что вот я ищу Аджамилы. И услышав это, Аджамила размеялся и сказал, что о, над вами пошутили, и это не Ашрам. Здесь тут квартал красных фонарей. Но, тем не менее, все равно, пожалуйста, будьте как дома, я вас с радостью приму у себя. Вайшнав тогда сказал, что я хотел бы посмотреть на твою семью, на твоих детей, скажи, сколько у тебя детей. Аджамил ответил, что у него девять детей, а десятый ребенок вот-вот родится. И он спросил, что он был в доме, и Аджамил, который был в доме, он был очень красивым и умным. Они походили на свою маму и были очень красивыми. И он спросил, что они были в доме, и Аджамил спросил, как их зовут. Вайждам спросил, как зовут твоих детей, а Джамила стала давать им разные имена. И я говорю, что Джамила сказал, что Джамила поставила на дне вашего сына на дне Шри Кришны. И тогда Вайждам спросил, а не приходило ли тебе в голову назвать кого-то из своих сыновей именем Шри Кришны или Господа Нарая? И Джамила ответил, да, нет, я не знаю, кто это такой даже. Вайждам тогда сказал, сын, который у тебя вот-вот родится, назови его Нараяной. И вайждам спросил, что сын, он назвал Нараяной. Аджамил послушался наставления Вайждава и он назвал своего младшего сына Нараяной. И поскольку это был младший сын, его как плаченково все очень любили и постоянно звали. И то и отец, и Джамила, и его жена постоянно обращались к Нараяне, к сыну. И таким образом постоянно произносили имена Нараяны. Они постоянно звали сына, он Нараяна, выпей молочка, Нараяна, пойди покушай, Нараяна, пойдем на рынок. И поэтому постоянно, каждый день они произносили его имя, звали его Нараяна. И им пришло время смерти, Аджамилу пришло время оставлять тело. И когда подступала смерть, Аджамил увидел трех свирепых страшных ямадут и очень испугался. И от страха он воззвал, О, Нараяна, Нараяна. Он воззвал, О, Нараяна. И тогда три идиотвы решают. И только два идиотвы. Потому что в кае-батшеке-насе, в Ментал-синхе, Панисменты не существует. Но идиотвы, 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 которые отвечали за грехи, совершенные физически, слова и греховные поступки, совершенные мысленно. Но в наше время в Кали-Югу за людьми приходят только два Амадута, потому что сделано такое послабление, и людям не нужно расплачиваться за грехи, совершенные в уме, только то, что действительно совершено, должно быть наказано. Поэтому нам повезло, что если мы о чем-то просто думаем, но не совершаем, то это не считается как грех. Тогда, поскольку Аджамила звал своего сына Нараяну, но сын его не слышал, но зато имя Господа Нараяны услышали Вишнадуты, которые пролетали мимо, и они спустились туда. И они тут же оттолкнули Амадуты, сказали, не смейте прикасаться к этому человеку. Ямадуты сказали, неужели вы не знаете, что мы Ямадуты, мы слуги Ямараджа, и мы пришли сюда за этим человеком, чтобы отвезти его в ад. Почему вы нам противостоите? И тогда Мишнадуты ответили, похоже, что вы не слуги Ямараджа, похоже, что вы воры. И если вы слуги Ямараджа, тогда представьте себе, расскажите, пожалуйста, в чем заключается Дхарма. В чем заключается Вечная Дхарма? Этот этап, который меняется, Дхарма. И ты в midи – Дхартма. «Дхарма» это совершенно и Ter 31. Дхарма так現在 есть. среда Дхарма очень многое сисловия. З Troяпа, как отбор, что Вы амор tom Санатана Дхарма и Бхарба Северной импульсированы в Священных Писаниях. Дхарма не дхарма, потому что это описывает в том, что активисты Дхарба и Бхарба Северной в начале Писаниях и шеверной Дхарма не потому что она описана в Ведах, а наоборот Дхарма Вечная и потому что она Вечная она описана в Ведах Дхарма вечно она вечно а именно Дхарма — это Рама и Кришна, они вечные, и их лилы вечные, и все, что к ним относится, это вечно. И все это описано в священных писаниях. Но для того, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было, чтобы не было. Настоящая вечная дхарма — это бхакти, но для того, чтобы как-то продвинуть, рекламировать бхакти, существуют еще шастри, которые описывают дхарму. — Невозможно никому скрыть свою греховную деятельность, потому что на суде дхармараджа и Амараджа очень много свидетелей, которые дадут ответ, кто что совершил. Невозможно, и наши грехи со стороны, самые дни, на комиссии спеши. Моркой — это явление. Здесь тоже есть викнице. Космос и мы сейчас укажем, что это аппаратный дхарма. Мы говорим, что кава, то есть прутви, санья, вы знаете, что санья и амами, то есть лето и лето, вишай, вещество, 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 только на 끝у, вязатьarme, и о pitches, под Cookpit и всем зрителям и верх SDK тьма к нам сделают. Здесь вещества дают наконец разворачивание. Существует очень много свидетелей, такие как солнце, пространство, воздух, бритхи, земля, сумерки, день, ночь. Очень много свидетелей, которые освидетельствуют вас на суде Ямараджа. Время и пространство – это свидетели на суде Ямараджа, и никто не может совершить никакой греховный поступок вне времени и пространства. И поэтому время и пространство обязательно будут об этом знать. И все это всплывет на суде. Университет, он был очень маленький человек. И когда он стал субтитом, он стал субтитом, он стал субтитом, и он стал субтитом. И он стал субтитом. И он стал субтитом. И он стал субтитом. И тогда Ямараджа продолжили, что… Такова его судьба. И в качестве наказания за свои грехи мы должны забрать Аджамилу в ад, где он отстрадает то, что ему причитается, и тогда забирайте его на все четыре стороны. Да. И Вишнадуты ответили, очень жаль, что вы собираетесь подвергнуть наказанию человека, который невиновен. И в данный момент на нем никаких грехов нет. Он уже все искупил, все, что нужно было искупать. Вишнадут. Если кто-то положил свою голову на колени другому и там спит, и этот человек, и человек, у которого на коленях он сидит, хочет его убить, отрезать ему голову, то это подобно тому, как наш Господь Нарайана повелел Ямараджу установить этот порядок вещей, и сейчас Ямарадж хочет подвергнуть наказанию человека, который не виновен. Вы можете говорить, что этот человек не виновен. Он совершил такое количество грехов, и каким образом ему удалось совершить искупление? Вишнадуты ответили, что Аджамил совершил искупление всех своих грехов, когда он воспевал имя Господа Нарайаны. Аджамил произнес четыре слога имени Господа Нарайаны, но даже если он произнес бы только два слога Нара, то все равно все его грехи очистились бы. Вишнадуты ответил, что он была подозрительным, и санкетематарха-серва, он говорит, что санкетематарха-серва стово-херан-титриева, поэтому он имя сказал, что это было со мной. Ямадуты сказали, но ведь он призывал не Господа Нарая, но он звал своего сына, которого вызовут Нарая. И на это Вишнадуты ответили, что даже если человек произносит святые имена Господа в шутку, зная об этом, не зная об этом, даже если это с анкетия, когда он зовет кого-то другого, все равно имена Господа очищают все. Если вы пренебрежительно произносите святые имена. То есть, если человек принимает пищу, в которой находится яд, а он об этом не знает, он все равно отравится. И таким же образом имя Кришны настолько могущественно, что если человек, зная об его могуществе или не зная, принимает имя Кришны, то все равно оно чистится и станет полностью чистым. Кришны 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 Продолжение следует...